Объявленный губернатором округа Год молодежных инициатив в нашем городе завершился флешмоб-фестивалем Dance Mix. В очередной раз представители различных молодежных субкультур из города Семилистинец и окружной столицы встретились на танцполе развлекательного клуба «Зодиак». Послушать и поддержать начинающих рэп и хип-хоп исполнителей, битбоксеров и танцоров пришли порядка сотни зрителей. В их числе была моя коллега Светлана Кель. Участники фестиваля – обычные молодые люди, не имеющие профессиональной подготовки. Но это вовсе не мешает им жить в постоянном творческом движении. Рома Ветров – самый маленький танцор, ему всего 7 лет. Свои первые шаги под музыку он сделал ровно 4 года назад. С тех пор у мальчика появилась цель – покорить вершину танцевального Олимпа, как пример телепроект «Танцы». И начать этот нелегкий путь Роман решил с Dance Mix. Я не боюсь, не переживаю. Я следую за своей душой и танцую от всей души. Одни ребята душу вкладывают в танец, другие стараются покорить сердца зрителей чтением рэпа. Первые музыкальные аккорды заставляют Якова Сидорова изрядно понервничать. В этой ситуации главное вовремя взять себя в руки. Яков, что произведите. Я очень рада, что в нашем городе происходят такие события, на которых ребята могут проявить себя, потанцевать, как-то поразвлекаться. И я очень рада, что такие маленькие участники активно танцуют и читают рэп. Мне это очень нравится. В этот вечер не обошлось без приятных сюрпризов. На танцхолле «Зодиака» Эльдар Джишкариани. В Лабытнангах этот юноша – единственный последователь танцевального направления «Джамп Стайл». Осваивать новый стиль ему пришлось самостоятельно. Мы были с другом, вдвоем смотрели всякие ролики. И нам очень запомнился этот танец, очень понравился. И мы решили им заниматься. Сейчас вот в итоге я занимаюсь всего около одного года, но уже без своего друга. Это, конечно, мне очень обидно. Выступление команды танцоров из окружной столицы для участников молодежного проекта стало самым долгожданным. Ведь это прекрасная возможность обмена хореографическим опытом. А поучиться у этой четверки есть чему. Альберт Альбушев и Владислав Гуглюк – основатели школы танцев в Салихарде. Со своими учениками ребята продвигают массой хип-хоп-культуру. На данный момент у нас существует две школы танцев. Одна лежит на мне, другая на моем друге, с которым мы приехали в Гуглюк, Владислав. Занимаются дети от 6 до 5 лет и по возрасту без ограничения хоть тебе лет 100, а в душе тебе 17, ты можешь в любое время прийти. В танцы нельзя стоять на месте. Нужно всегда двигаться вперед и самосовершенствовать свои навыки. С уверенностью заявляет Ольга Галуян. Себя она называет самоучкой. Через полгода одиночных занятий девушка уехала в Москву повышать свой танцевальный уровень. Несколько раз в год Ольга берет мастер-классы у именитых хореографов. Я сначала танцевала хип-хоп, потому что это самое популярное современное направление в наше время. Но потом как-то постепенно начала узнавать про донскол, узнала, что это ямайский танец, что он очень зажигательный, что очень позитивный, такой жизнерадостный. Как-то меня это зацепило, я попробовала и вот. Уже не первый год благодаря инициативе отдела по делам молодежи лабытнанские таланты имеют возможность самореализовываться в творчестве. Каждая из них продвигает свою культуру и направление. И неважно, будь то танец, чтение рэпа или битбокс, через увлечение они пропагандируют здоровый образ жизни. Мы выступаем против алкоголя и против табака. Мы говорим о том, что нужно уметь дружить, дружить разными способами и через танцы, и через музыку. У нас очень много здесь присутствует людей разных национальностей. То есть это и толерантное воспитание, и интернациональное воспитание. Поэтому мероприятие действительно достойно своего имени, того, что оно объединяет буквально всех. Мы действительно в миксе. Творческим миксом стало выступление участников в баттлах. Открыли поединок малыши. Для Рафаэля Абрамяна это первый в его жизни танцевальный проект. А вот для его соперников и танцполу Романа Ветрова это второй опыт участия в фестивале. Идейные вдохновители флешмоба «Дэнс Микс» надеются, что эти выступления для ребят станут началом творческого пути. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».